Витископ. Вся реформа направлена на то, чтобы в системе управления и в системе взаимоотношений всех субъектов, которые занимаются сферой спорта, должна возникнуть ясность, логика и прозрачность отношений. И это все должно коррелироваться с международными правилами в жизни в этой сфере и должно происходить все понятно для обыкновенного человека. Потому что если, например, международная федерация в каком-то конкретном виде спорта работает напрямую исключительно только с национальными федерациями внутри страны, то попытки между ними всунуть любой государственный орган как посредник, она бесперспективна. Просто потому что правила написаны жизни по-другому. Контролируемый человек – это госчиновник, был в советское время. Вот туда тихонечко перетаскивали с правдами и неправдами полномочия, которые по международным правилам только у национальных федераций. Международным делегированы только национальные федерации. И там начинаются тогда такие вещи, как утверждение составов национальных сборных, утверждение тренера национальных сборных. Начинается нормирование в национальных сборных. Сколько же денег надо тратить на аптечку? И что в аптечке должно быть сложено? Ну это абсурд, правильно? Государство в лице уполномоченного органа, исторически так сложилось, нам навязывает вот этих вот посредников. И речь идет о том, чтобы убрать из всех аспектов, не только хозяйственных, а и чисто спортивных, всех посредников, которые не нужны.